У каждого из нас есть интересная история жизни, но не каждый готов рассказать ее людям. Сегодня у меня в гостях Костя Павлов, человек, который решил поделиться своим откровением и рассказать то, о чем знают только его близкие друзья и родственники. Меня зовут Александр Жучкин, и вы смотрите новую серию проекта «Откровение». Привет, меня зовут Костя Павлов, я видеоблогер, занимаюсь этим уже более 10 лет. На YouTube более 2 миллионов подписчиков, участвовал в кучу разных проектов. Короче, блогер-миллионник. И я хочу вам рассказать о своей проблеме, которая меня беспокоит, мне кажется, всю жизнь. У меня есть нервные теки, наверное, так их назвать. До сих пор, по-моему, так и не поняли, что со мной. Сколько себя помню, по-моему, столько у меня все это было, вот серьезно. То есть, в лет 6-7 я уже более осознанно себя стал воспринимать. Вот тогда у меня уже отец, батек, папа начал мне говорить, типа, что ты постоянно ремень, штанину, вот это все. Я, короче, постоянно вот тянул штанину. Я не знал, что мне там мешается, но я ее постоянно вот здесь тянул. У меня прям вот... Вот я даже сейчас, когда говорю, у меня прям начинает что-то там мешаться. Не знаю, я постоянно вот так ремень вот этот вот тянул, его куда-то оттягивал. Это было видно, заметно, постоянно. Я... Я не... Я-то ничего, я не понимал, я ребенок. Мне казалось, что мне что-то мешается. Потом вот это вот более-менее прошло, но началось все другое. То есть, мне кажется, лучше бы вот это вот осталось, серьезно, потому что... У меня начались всякие вот эти фигни происходить на лице, на шее, ну и вообще, в принципе, на всем теле. Для меня вообще самый, наверное, лучший вариант, если честно, это вообще быть полностью голым, обнаженным. Тогда вообще я себя чувствую максимально вообще нормальным. Любая одежда на мне, это все, я ее всю чувствую. Я прямо сейчас сижу, я чувствую ее всю. Я чувствую ее вот в районе шеи очень сильно. В районе, получается, вот здесь изгибов очень сильно чувствую. И мне вот... Вот так вот я хожу, например, не от того, что... Я там забыть пендрюс или какой-то стиль определенный. Нет, мне вот так вот, вот так вот. Чем сильнее, блин, тем мне вот комфортнее. Если я натягиваю сюда, да, рукавину, мне уже вообще некомфортно становится. Короче, мне это все мешает. На лице мне все мешает. То есть, я вот так вот делаю постоянно. То есть, вне камеры, вне... Стараясь вне людей, да. То есть, когда никого нету, и я прям чувствую, все, я уже не могу. Я вот так вот сделаю, и все, мне кайфово становится. Ну, на секунд 30, наверное, все, я прям чувствую, что... Или ты шею вот так вот потянул, вот так вот поделал, все, опять. Становится спокойно опять на секунд 30. Буквально проходит там минутка-другая, и все. Я уже опять все это чувствую. Мне опять хочется что-то сделать, что-то потянуть, вот так вот все понаделать. Я из-за этого научился там, не знаю, вот так вот носом делать, вот так вот делать, вот так вот так. Там всяко-разно уже научился из-за этого делать. Вот то, что мне все это мешало. В школе у меня было это все намного серьезнее, Потому что в школе я прям не мог это контролировать Сейчас я более-менее могу это контролировать И то вот, знаете Я сам свои видео иногда пересматриваю Я вот вижу, потому что я знаю, куда смотреть Я вижу у себя на шее, что я вот так вот могу сделать То есть я вскрываю какие-нибудь посылки И вот так вот могу сделать Невооруженный глазом, может быть, это незаметно Но я прям всегда это замечаю А в школе я прям вот так вот делал Пока я весь вот этот вот обряд Вот так вот не сделаю Мне вообще не остановилось спокойно Потом еще, это уже перед самой армией У меня обнаружилось, что у меня киста в голове 3 мм Естественно, это очень плохо Ну, сами понимаете, в голове, в мозге киста Короче, из-за всего этого Из-за моих вот этих постоянных нервных тиков Из-за кисты и тогда еще головных болей Я не пошел в армию Меня не допустили до нее И после этого я сразу стал лечиться Сразу стал принимать, ходить к неврологу Принимать какие-то таблетки И, кстати, какие-то были таблетки, которые мне даже немножечко, так скажем, помогли Которые мне сделали так, что у меня это не то, чтобы закончилось, но меня стало беспокоить меньше Я стал ходить на МРТ Я их, по-моему, раз в полгода, по-моему, проходил МРТ И через, сколько сейчас скажу Где-то через, наверное, 10 МРТ Получается, через где-то лет 5 Мне уже окончательно сказали, что киста не злокачественная Она, скорее всего, врожденная Поэтому о ней беспокоиться не стоит Тогда я выдохну Она там 3 мм, у меня до сих пор она там где-то торчит Эти 3 мм жить мне никак не мешают Мне кажется, сложнее всего это как раз-таки вот Когда ты снимаешь видео, когда ты снимаешь ролики То есть в тот момент я себя максимально сдерживаю И почти ни на одном из видео или из роликов это нельзя увидеть Если не знаешь, куда смотреть Вот, но был один, по-моему, прямой эфир Где я был максимально расслаблен И я вообще забыл об этом всем И у меня там вот это вот все было достаточно сильно Я носом вот так там вводил в какие-то моменты И стали появляться, во-первых, комментарии по этому поводу Во-вторых, даже, по-моему, сделали кто-то видео По поводу того, что я наркоманию Что там что-то принимаю, раз я себя так веду У меня никак у этого Тушенцова, да Услана Тушенцова У него там вот это вот совсем, конечно, жесткая фигня Вот такого у меня никогда не было Вот я вот даже сейчас вот так вот делаю Это обычное движение То есть со стороны человек может показаться, что я просто что-то вытеру Да, вот так вот Раз и вытер, да Ну, на самом деле, нет, мне что-то здесь с уголков мешает Как бы вам объяснить Вот представьте, что у вас, да, на лице что-то постоянно есть Я не знаю Я чувствую давление вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот на уголках губ Здесь, да, какое-то некое давление И когда я вот так вот сделаю, оно проходит И все, я чувствую себя вполне себе нормально Какое-то небольшое время Потом у меня опять становится некомфортно У меня прям чувствую, что мне прямо оно мешается, капец Я ходил к неврологу В итоге мне никто не смог прям конкретно, во-первых, поставить какой-то диагноз определенный Все, что они могли мне сделать, это дать мне успокоительные Честно, от которых мне было в какие-то моменты даже нихреново Мне было херово от них Потому что это сонливость Это такое дикое, не знаю, уныльное состояние При котором ты не можешь ничего делать Да, это вроде как тебя успокаивает Но в этот момент, если ты такой овощ Ты просто несколько недель как овощ ходишь Ничего не можешь делать, ничего не можешь делать Потом, когда ты прекращаешь пить этот курс Буквально проходит небольшое время И все, и все это опять возвращается Поэтому я просто плюнул на все это И, ну, как-то вот живу с этим, справляюсь Вот, мне кажется, даже сильно близкие мне люди Вот сейчас, посмотрев это видео Только, может быть, узнали, каково это Что я с этим вот так вот постоянно живу Для них это, может быть, будет откровение Может быть, нет, не знаю Потому что я не понял, чтобы я так кому-то это рассказывал Я не могу давать, конечно, какие-то советы Таким людям, таким, как я Потому что, ну, если я сам даже не смог с этим справиться до конца То уж о чем мне говорить, да Ну, частично у меня это получилось тем, что я постоянно себя контролирую То есть, когда я нахожусь в обществе, да, в неком Я себя постоянно контролирую Я, в общем, я смотрю на обычных людей, да И думаю, ну, как вот вам это живется, когда вам ничего не мешает Как вам это живется? Только что вы посмотрели новую серию моего проекта «Откровения» Если у вас есть желание, обязательно поставьте лайк и напишите комментарии, относящиеся к теме ролика Ну, а если у вас есть крутая история и вы хотите, чтобы люди о ней услышали Обязательно пишите мне ее Либо в Инстаграм, либо в ВК Там у меня открытая личка С вами был Александр Жучкин До новых встреч, друзья До завтра Пока Пока Субтитры создавал DimaTorzok